Приветствую вас, и начать мне бы хотелось с одного из самых важных, наверное, аспектов, как это мне представляется сейчас, на данный момент. Это развод. Дело в том, что именно развод является травмирующим событием вообще в жизни каждого, любого человека. И вы, вполне вероятно, так развод до конца и не пересили. То есть пересить развод, это означает в буквальном смысле слова, именно в буквальном смысле слова пересить развод, означает то, что вы полностью отпустите человека, полностью позволите человеку жить своей жизнью, а себе позволите жить своей жизнью, собственно говоря. и позволяя человеку жить своей жизнью, позволяя человеку, ну, опуская человека, грубо говоря, да, опуская человека. Вы тем самым признаете тот факт, что вы, ну, скажем так, вы способны, способны жить самостоятельно. Вот. Вот именно такая происходит история, ну, вот, в этом случае. Вы же, вы же в ситуации, когда развод свой пережили, вы, очевидно, не отпустили человека до конца. И совершенно очевидно, что вы не можете до сих пор признать того факта, что вы до сих пор, точнее, что вы уже одна. Вы, вы, как бы, эмоционально еще там, вот, в, ну, в отношениях с мужчиной, со своим мужем, возможно, я так полагаю. Вот. И, соответственно, соответственно, естественно, у вас возник страх. То есть за этим страхом, по сути дела, кроется ничто иное, кроме как потребность быть с мужчиной. Сноу. Опять. Знаете? Вот. Вы говорите, мужская сила, вот это, вот это, вот это все. И я полагаю, что причина все-таки именно в этом основная. Да? То есть все началось с развода. С того, что вы, ну, грубо говоря, не пережили развод до конца. Вы не смогли перешить развод именно до конца свой. Вот. Ну и, собственно, мне представляется так, что отпустить нужно мужа, пережить нужно свой развод вам. Вот. И, собственно говоря, когда и если вы это сделаете, то, соответственно, вам будет уже легче. Как пережить развод? Ну, самая такая классическая история, когда человек переживает развод, это разгрузка. Разгрузка, значит, эмоционального напряжения, разгрузка, я бы даже сказал, не эмоционального напряжения, а разгрузка веса, эмоционального веса. То есть вот, если вы сейчас, да, считаете, что мужчина развелся с вами, потому что вы не достойны того, чтобы быть с ним. Мужчина развелся с вами, потому что вы, ну, не являетесь привлекательны для него и прочее, 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 вот. Если вы считаете так, то, соответственно, в этом и кроется основная проблема. И отсюда весь ваш, все ваши негативные переживания. Потому что, ну, вы считаете, что все дело, как бы, в вас. Все дело, именно, вот, в том, как вы себя чувствуете, какой смысл вы видите в том, да, что с вами развелись. Ну, и я более чем, более чем уверен, что своего мужчину, да, вы все-таки, ну, не отпустили еще. Я вот, в этом я все-же более чем, более чем уверен. И это первый момент. Второй момент. Значит, потеря личностного смысла. Это второй момент. Что такое потеря личностного смысла? Потеря личностного смысла означает, что после того, как вы развелись, для вас, скорее всего, жизнь потеряла былую привлекательность. Именно, и то именно, и только, потому что вы перестали быть замужней женщиной. То есть замужество для вас было очень важно. Вопрос только в том, конечно же, чем именно важно было для вас замужество. Чем, чем, чем оно для вас важно. Потому что, да, ну, многие, многие люди, разные люди видят в этом, да, в замужестве свои, в общем-то, ну, свой смысл. И вам нужно постараться найти свой смысл. То есть, какой смысл именно вы вкладываете в замужество. Вот вы говорите, да, что посвящают мысли о том, что и замуж уже больше не выйдут и так далее. Так а зачем? Зачем замуж выходить? Вы говорите, нужна мужская сила и так далее. Для чего, опять же, нужна мужская сила? Вот такая история. Для чего, зачем нужна мужская сила? Вот это тоже, тоже такой, довольно важный вопрос на самом деле. Вы же, вы же понимаете. То есть, мне вот очень важно раскрыть вот эту вот ситуацию, да, при которой вы по сути делу, по сути делу, вкладываете в семью какой-то смысл. И смысл явно больше, чем он есть на самом деле. Вот. Это то, что по поводу замужества, да. Дальше. Родители не вечные, детей поднимать самой. Ну, вы вполне успеете, я думаю, поднять детей, никаких проблем не будет. Никого не будет рядом. Так а вы думаете, что вот если вы, например, не вечно, да? А мужчина, что он вечный или как? Откуда такая, ну, повидца, откуда такое мнение, что мужчина вечный? Почему вы, как бы, считаете мужчину, да, более вечным, чем себя? Это, ну, мягко говоря, немного странно. Вы никак не можете быть более или менее вечной, чем другой человек, чем мужчина, например. Вот. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что этот момент тоже нужно продумать, проработать вам. Так, значит, дальше. Что дальше? Стало бояться за свое здоровье. Ну, опять же, понимаете, страх за свое здоровье здесь может быть продиктован тем, что вы хотите привлечь внимание к себе. Вот как мне это представляется. То есть у вас есть желание привлечь внимание к себе. Ну, вот, других людей. И поэтому, именно поэтому, потому что у вас есть желание это сделать, вы и начали бояться за свое здоровье. То есть попробуйте раскрыть, вот, раскроете этот страх. Куда он идет? То есть к чему он вас ходит? Я боюсь за свое здоровье, да? Чего я хочу? То есть я боюсь за свое здоровье. К чему я стремлюсь? В контексте именно страха за свое здоровье. Понимаете, да? То есть вы возведите вот это чувство, да? Возведите чувство то, что страха в некий, в некий такой абсолют. Вот. Постарайтесь это сделать. Я думаю, что у вас получится это сделать. Кхм-кхм. Дальше. Дальше. Значит, вы пишите, мне всего 37, после трёх ролев подпадал подванутник, я чувствую себя как старуха и, соответственно, страшно. Но опять же, здесь ситуация такая, что если вы чувствуете себя как старуха, да, то нужно, конечно же, как-то вот работать над своим здоровьем, надо, так, оздоравливать себя нужно. На мой взгляд, это очень важно. Именно чтобы вы заботились о своём здоровье. То есть как-то физически, может быть, чем-то заниматься и так далее. Потому что если вы ничего не делаете, то понятно, что за здоровьем будут проблемы у вас. Это понятно. Совершенно. Я полагаю. Вот. То есть опять же, здесь попытка привлечь внимание. Здесь попытка получить что-то, да. Так. Замуж. Ну, про замуж я уже говорил. Столько ещё, вроде бы, и столько ещё, вроде бы, и надо делать. Если у вас немножечко получилось всё так, я бы сказал, скомкано, скомкано, да, получилось. То есть, что надо делать? Кому надо делать? Зачем делать? Вы-то сами, вообще, чего хотите? Вот. Именно вы. Именно вам что нужно? Потому что, ну, пока, вот, если честно, непонятно. Вы говорите, что нужно что-то делать, да? Но при этом я так понимаю, что делать, ух вы, не так-то, в общем, сильно и хотите. Так, а если вы не хотите делать, так, может быть, и не надо тогда ничего делать, да, в общем и в целом. Знаете, какая история? Вот. То есть здесь, вот, мне кажется, мне кажется, тоже нужно отграничить одно от другого, да? Вы делаете что-то для чего? Вы делаете что-то для себя или вы делаете что-то для, всё-таки, ну, например, для других? Вот. Если вы делаете для других, то, соответственно, как часто вы делаете что-то для других, да, и как часто вы делаете что-то для себя? Дальше, ничего не радует, ну, правильно, потому что вы подавляете все свои желания, даже не позволяете себе хотеть того, чего, собственно, ну, могли бы хотеть. Не позволяете себе хотеть того, чего вы можете хотеть, того, чего вы хотите, вот. Я так, я так, я так, полагаю, что делать всё в этом. Отсюда и не радует ничего, потому что всё под запретом. Ну, а делаете вы, естественно, только то, только то, что, вот, позволяет на себя, вот. Ну, опять же, опять же, опять же, поймите, что так мне видится вот именно с той позиции, с какой вы это всё описываете, вот. А дальше, дальше. Значит, так. Иногда ощущение, что я скоро умру. Это то, чего вы, вероятно, сами для себя желаете. Умереть, убежать от проблем своих, вот. Вот, чтобы вам было, ну, не тревожно, чтобы вам было, как-то, вот, легче, ну, и так далее, и так далее. Вот. То есть здесь, вот, ситуация мне представляется именно такой. То есть, смерть, смерть, эээ, для вас это, своего рода избавление. Либо это, эээ, то, чего вы ощущаете, как вы ощущаете вам, эээ, желают. Ну, другие, другие, например. Эээ, дальше, ну, и дальше у вас, эээ, приступы воздуха, это, да, вы не, ээээ, не раскрываете свою грудную клетку, ээээ, не позволяете себе вздохнуть в полной груди. Вот, я полагаю, что, если вы освоите, эээ, какие-то, эээ, техники дыхания, да, и, ну, просто, вот, техники дыхания какие-то освоите, то вам будет, ээээ, гораздо легче. Потому что, эээ, через, эээ, техники дыхания вы сможете, эээ, раскрывать, эээ, свою грудную клетку и, тем, тем самым, в общем, ээээ, избавляться от этого состояния удушья. Вот. Ну, опять же, для этого нужны, ээээ, тренировки определенные, вот, ну, вдыхательные, во-первых. Вот. А во-вторых, ээээ, если есть возможность, то и работа со всеми остальными аспектами, которые я назвал. Вот. Понятно, что, эээ, был нибудь еще и стимул, эээ, но мой взгляд, ээээ, самым главным стимулом являются дети. Только ради детей, ради них вы можете все это делать. Ну, в этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ээээ, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok